всем привет сегодня в рубрике расхламление кухни я хочу показать вам свою головой стол он огромный такой вот и сейчас если получится если вот это вот барышня даст мне что-то поделать она очень рада новой техники мы откроем этот стол и так стол у нас закрыт на блокиратор от вики она иногда ним вспоминает иногда забывает но уже может вполне открыть ей год и 4 здесь у меня две гигантские полки до внизу находятся вещи которые немножко борьба у нас тут происходит которые если по такой системе этого если дети достанут сверху то разобьется точно потому что здесь у меня кафель кафель а если достанут снизу то может быть не разобьется видишь как тут красиво и так здесь что у меня лежит стеклянная салатница видно вам ее нет не видно вам ее секунду вот таким образом надеюсь вам все видно вроде я пытаюсь подружиться с этой штукой которая называется статив прекрасная духовка да все отражается и так я хочу разобрать нижнюю полку на верхней более-менее все понятно а внизу вы видите там какие-то странные вещи и эти странные вещи это банки ближайшем рассмотрении мы видим что это банки я уже выкидывала банки с балкона и я вообще не понимаю чем храню потому что лето закончилось сейчас начался декабрь стеклянная салатница прекрасно она осталась последняя все остальное уже разбито я хочу освободить этот огромный треугольный стол потому что у меня не вмещаются в другие столы здесь ничего страшного много места не занимает просто подносик и просто салфетки для праздничного стола так здесь у меня в уголочке такая штука я пожалуй сейчас опять повешу она для рулона одноразовых полотенец и сейчас такой рулон у нас появился я прошу прощаю что у меня сюда не вымотану я честно ее мыло сейчас полтора часа постепенно все завтракают и постепенно она опять добавляется так сам рулон находится вот здесь тоже занимает место я сторонник одноразовых тряпочек которые я произвожу из старой одежды сегодня я покажу вам еще раз как я это делаю папа наш убежденно покупаю покупные тряпочки сказать ему не покупать покупные тряпочки я не знаю это наверное будет прямо ножом по сердцу так как он специально для этого и проектировал для этих рулонных полотенец проектировал эту штангу вот эту ячейку но мне это не нравится что вы делаете если вам не нравится то что проектирует ваш муж как с этим бороться напишите в комментариях подняла я штатив непонятно зачем далека смотрим дальше дальше здесь миксер я никогда не пользуюсь я взбиваю блины венщиками от этого миксера потому что мне не такие большие объем вообще-то редко случается не знаю зачем этот миксер здесь у меня древняя древняя бутербродница она прекрасна только мы сейчас не пользуемся ей лет шесть последний покажу если сыну младшему то наверное ему понравится пока я отложу а вон там вон сколько места занимают банки сейчас я нажму паузу вытащу все или не нажимать паузу века ты дашь мне баночки по вытаскивать или ты схватишь интересно сразу же конечно ты схватишь отец это еще и нажмешь века века недовольная что не дают статью нажму паузу достану банки и так бутербродницу и миксер я отправляю на место банок банки я вот кафель это все может разбиться сюда я поставила я обнаружила только что на 6 баночек компота я просто про них забыла они стояли за пустыми банками вот такая находка у меня на кухне здесь еще у меня обнаружен такой блендер он куплен совсем недавно на оптовом складе как он там называется светофор и мы им даже попользовались сейчас что-то про него честно забыли он хорош и пока что кажется он у нас не сломан не треснут не разбит вот такой необычный фирмы не знаю что это такое обозначает вот такой блендер он куплен для коктейлей любом случае всю технику я ставлю туда подальше потому что у меня совсем нет места для вещей других сейчас века ты просто прекрасно с этим грохотом сейчас у меня угловой стол получается вот так вот склонился немножко еще здесь живет у меня овощерезка не ругайся так веку что теперь мы вот эти стеклянные формы туда отправим обратно это для духовки они все-таки иногда используются ну собственно замена им нет никакой стекленная форма овальная и прямоугольная жаль что они друг дружку никак не помещаются так но стекло наверху я хранить не могу и вот такая сюда пойдет вот это тарелка меня если честно напрягает но старший сын не выкинуть пускай пока что здесь живет получилось некоторое пространство думаю что вот вещи технику я положу в контейнер чтобы больше ее поместилось все-таки повыше чем узкая петербродница место побольше и что-то я сюда добавлю в следующий раз а сейчас я порадуюсь тому что я достала вот столько банок века сейчас пойдет наведет свой порядок и так вот столько банок я достала я их выкину на помойку если кто-то знает судьбу дальнейшую стеклянных банок жестяные крышки я конечно сниму я не знаю куда они попадают после помойки потому что я видела контейнер со стеклянными банками все там рассортировано на парнасе но мне кажется что когда я буду грузить они все разобьются если вы знаете так выключилась моя техника дала сбой продолжаю мысли если вы знаете судьбу банок напишите мне в комментариях я считаю что они все разобьются когда их будет грузить на этом мое видео на сегодня моя миссия окончена я разобрала нижнюю полку я очень этому рада у меня несколько контейнеров но я их обязательно приобрету и положу еще красивее это было утреннее расхламление смотрите мой канал расхламляйтесь выкидывайте ненужное кстати сейчас если кому-то нужны стеклянные банки почему я их так легко выкидываю потому что есть специальные контейнеры для картона пластика на помойке и для банок я лично в них в него заглядывала и там стоят чистые банки ой вики так понравилось играть с этими баночками крышечками и я подумала если уж меня очень сильно приспичит сварить варенье или компот извиняюсь за шум и в этот момент не будет дома никакой кабачковой икры которую я выкину из банки и заберу эту баночку кстати мы все время едим поэтому постоянно у нас такие есть баночки и я их выкидываю если в этот момент даже такого не случится можно в конце концов сходить на помойку и взять и отмыть потому что этот контейнер никак не соприкасается с другими пищевыми отходами но это на самый крайний случай надеюсь до этого не дойдет а пока зимой варенье мы не варим а покупаем его в магазине или кушаем то что нам дарят родственники всем спасибо кто выдержал вот это расхламление безобразие да сейчас будешь играть с этими крышечками всем пока спасибо кто досмотрел до конца нелегкая жизнь блогера в общем века тут побегала попрыгала сбила меня с толку совсем я же обещала показать одноразовые тряпочки сегодня у меня идет на выкид вот такая чудесная пижама вы видите она в пятнах пятна не антируются то есть я не знаю как надо кушать чтобы пару раз поесть века в год и четыре есть сама и вот после стирки какой вот у нас происходит эту пижаму носил далее да да не носил еще какой-то ребенок нам ее подарили она идеальная мягкая прекрасная сейчас я ее разрежу она полностью выполняет свои функции но я понимаю что она выглядит ужасно и я воспитываю детей я не хочу чтобы они это видели лучше спать уж какой-то футболочки или я куплю другую пижаму или поищу запасах может быть то что дальничка носил где-то у меня отложено точнее не наверное а точно отложено и точно можно найти и другую пижамку пусть она будет чуть-чуть велика а это у меня пойдет на тряпочке для мытья пола для вытирания стола и я чудесным образом будут пользоваться тряпочкой и спокойно выкидывать ты против и против того что я ее разрезаю не видит она некрасивая фу она вообще уже некрасивая девочки должны ходить в красивом даже ночью тебя никто не видит все равно должна быть красивая пижамка или хотя бы без пятен и такого вот ужаса вообще хочу сказать сначала вы выключила потом решила включить все таки что тряпочки я и режу разные величины больше иногда мне требуется вытереть пол в прихожей когда кто-то натопчет мы не стоим на пол мимо коврика но другие гости например встают поэтому можно чуть больше тряпочку для стола чуть меньше я никак специально не пытаюсь выбрать форму я режу вы видите просто тяп-ляп потому что мне не жалко это выкинуть у меня будет очень много тряпочек сейчас ой ам ам нам в садик задание а ты ам ам вот такой у меня получилось утреннее утреннее расхламление мало гречки то поел а вот и ам ам уже почти двенадцать а ты уже ам ам почти двенадцать смысле нам бежать надо уже садик а мы каждый раз в это время и так вторая вещей насколько много получилось тряпочек здесь я хорошо установила камеру я пытаюсь подружиться со штативом вот так много наконец-то окончательно прощаюсь всем пока ставьте лайки подписывайтесь 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 Продолжение следует...